Слушай, у нас вылет с собой через 50 минут. Я думаю, что регистрация закроется минут через 20. Мы зарегистрировали. Подожди, то есть у нас что, все в порядке? Ну, да. Ну, если выход закрыт, у вас посадка закончилась, вы уже никак не попадете. Давайте посмотрите, точно на вас вошли. А нас, мы просто бежали, ну, зарегистрировали же на рейс. Вы можете закрыть, вам в любом случае, теперь назад в зону выходить, к представительству авиакомпании и разбираться уже с билетами. Моя тема, мы как всегда дружим со временем, и в этот раз мы опоздали на рейс. Удивительная вещь, что после выхода видео про то, как мы сделали татуировки, мы получили огромное количество комментариев в разных источниках, потому что видео шарилось и в Фейсбуке, и на сайте 3Live, и в Ютюбе. Мы против категоричности, надо быть позитивными, потому что, ну, хочешь ты делать себе татуировку МДОТ на всю спину, делай, ради бога. Ну, нужно бы говорить о том, что маркетологи молодцы, дабы, как бы, принижая заслуги человека, который сделал себе татуировку. Мы не знаем, по какой причине конкретный человек делал себе МДОТ. И если он это сделал, и это красиво. Мы для себя решили, что идентификации и понимание того, что мы сделали Iron Man, ну, на нас и так, в общем, достаточно. Этого вполне себе хватит. Мы татуировки не делали. Это стопроцентная приколюха. Вообще стопроцентная приколюха. Но! Всего лишь один человек понял то, что мы на самом деле татуировки не делали, и что это был прикол. Все остальные, по всей видимости, подумали, что мы их сделали. Ну, же мы и Банько. Реклама от Арчи и тату-салона по поводу предоставления 30-процентной скидки для триатлетов и бегунов, она реальная. Реально-нереально. Ванапу, 44-го. Вы не знаете, как туда попасть? Ну, если выход закрыт, у вас посадка закончилась, вы уже никак не попадете. Давайте посмотрю, точно на вас вошли тоже. А нас не... Мы просто бежали, ну, зарегистрировали уже на рейс. Вы не закрыт, вам в любом случае, теперь назад в зону выходить, к представительству авиакомпании и разбираться уже с билетами. Привет! Не успеваем, потому что мы опоздали ровно на две минуты на... Добрый Зарил, вас беспокоит Алеша и я хотел бы в своей броне сделать изменение. 470807 5 тысяч рублей, ну, ну, что делать? 0904 Не, ну, реально, какими нужно быть долбогномами, чтобы приехать вовремя и опоздать на рейс только из-за того, что вы думали, что вот это вот 14.05, это не boarding time, это посадка до... 8.925 Билеты переоформлены. Теперь нужно ждать, пока позвонит какой-то человек и по телефону в тонном режиме мы сможем оплатить... билеты. Здесь есть номер банковской карты, который указан на высоте вашей карты и вам стоит лишь 16 или 18 декабря. Валер, поехали! В общем, мы с Лехой опоздали на рейс, вот, потому что есть вот такой посадочный талон. И особенность этого талона в том, что здесь на S7 пишет посадка до, то есть до определенного времени. А тот же самый аэрофлот, вот, например, мы часто с Лехой летаем аэрофлотом, они пишут по-другому. Время посадки, то есть boarding time. То есть, по сути, мы перепутали время посадки с временем, до которого нам нужно сесть в самолет. И именно поэтому мы не спеша шли в гейт номер 44, который находится в противоположной стороне терминала. Да. И в связи с этим вообще есть отдельная история. Вот в российском дизайнерском сообществе очень долгое время обсуждался универсальный дизайн boarding pass, потому что если вот вы посмотрите на этот boarding pass, на любой вообще, любой компании, вы никогда в жизни здесь ничего вообще не найдете. Здесь очень сложно разбираться. Это абсолютно непонятный набор цифр и букв. Поэтому, по большому счету, как бы, это то, что мы опоздали на самолет и заплатили экстра нашей бабулечке, это потому что дизайнер мудак. Отдать, швартовые! Музыка. 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 Музыка.